Азербайджанская неделя Господин посол, у нас получается Азербайджанская неделя. Мы совсем недавно вернулись с вашей родины. Я думаю, Беларусь для вас станет второй родиной. Вы человек, можно сказать, творческий, тем более душевный человек. И вы должны знать, что эта вторая родина всегда готова принять вас с удовольствием в любое время, если вы захотите сюда приехать. Здравствуйте, дорогие подписчики канала 13. Азербайджан открестился от дипломата из Фандиэрова Габзаде, который, будучи послом, больше 10 лет представлял интересы Азербайджана в таких странах, как Пакистан, Молдовия и Белоруссия. Экс-посол сделал скандальное заявление после того, как Владимир Жириновский резко высказался о ситуации в Азербайджане, заявив, что там царит диктатура и что Россия должна вернуть все территории Российской империи и Советского Союза, а также назвал Южный Кавказ сферой влияния Москвы. Из Фандиэрова Габзаде был освобожден от должности президентом в 2016 году из-за недостатков в работе. В данном случае было бы неправильно с нашей стороны как МИД комментировать его взгляды, поскольку он не представляет ни МИД, ни какой-либо другой государственный орган, заявили в МИД Азербайджана. Вагабзаде занимал должность посла Азербайджанской республики несколько лет, однако Министерство иностранных дел Азербайджана и все его бывшие товарищи открестились от него. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков обозвал экс-посла матерным словом из пяти букв и заявил, что в Ахабзаде в Азербайджане никто, и его заявления не имеют никакого значения. Он не представляет интереса для большинства азербайджанских граждан. В администрации президента Азербайджана также отметили, что никакого отношения бывший посол к официальной позиции республики не имеет, это настолько уникальная вещь, что такого никто и никогда не говорил. Может быть только в вытрезвителе. МИД его вышвырнул. Он у нас не у дел. Он не формирует никакого мнения, заявил в беседе с комсомольской правдой собеседник в администрации президента. Азербайджанский МИД вместо того, чтобы ответить встречными мерами или завести уголовное дело, принял решение списать со счетов в Агабзаде, так как тот не представляет такой выгоды для элиты Азербайджана и не имеет политического веса и влияния, как депутат российской Госдумы Жириновский. Отсутствие поддержки и какой-либо протекции своего бывшего сотрудника, что представлял интересы Азербайджана, а также отсутствие ответных санкций в отношении Жириновского, показывают реальные отношения азербайджанской власти к своим бывшим сотрудникам. Когда ты был у кормушки и у руля как мы, тогда ты был нашим и были за тебя горой, но так как теперь больше не имеешь протекции нашего главнокомандующего, то ты теперь больше никто и звать тебя никак. Однако хотелось бы обратиться к тем, кто сейчас у кормушки и у руля, когда-нибудь может настать момент, когда впадете в немилости вы, и тогда, те, кто сейчас называют вас братом, не протянут руку помощи и скажут, что вы никто и никогда не знали вас.